Пострадавших разместили неподалеку в туркомплексе Андрея Нова в номерах класса «Люкс». Здесь же поселили дежурного врача, привезли необходимые медикаменты по просьбе пострадавших. По поручению мэра Сочи, глава Лазаревского района Сергей Бражников не только лично руководил размещением погорельцев, но и проверил качество номеров, в которых расселили людей, проконтролировал, как организовано трехразовое питание. Вот. Хороший номер. Хороший номер. Спасибо. Хороший с балкончиком. Вот с балкончиком прям. Уже сегодня. Столик здесь, смотри, как, да? Столик сегодня. Тепло? Тепло. Тепло, хорошо? Да. Так. Так, здесь у нас кругом, один номер хороший такой. Да, ну вот на четыре человека на полу. Хороший. С кухонкой, кухня даже. Так, кухонь-то все. Телевизор, все здесь. Хороший номер, «Люкс». Вы довольны, да? Ну, на первое время, конечно, спасибо. Тепло. Главное, помыться, где есть. Конечно. Горячая вода есть? Есть. Поддержку оказал социально ориентированный бизнес. Генеральный директор Андрея Анова в ответ на просьбу властей оперативно подключил к теплу и электричеству целый жилой корпус, чтобы люди, в одночасье потерявшие единственное жилье и большую часть имущества, не испытывали бытовых неудобств. На Руси всегда было так. Ты не смотришь, хороший это человек или плохой. Просто есть беда. И здесь думать об этом не надо. Нужно просто сделать то, что ты должен сделать как человек. И все, и не надо ждать никаких благодарностей. В Лазаревском районе организован сбор благотворительной помощи пострадавшим от пожара жильцам. Ежедневно сердобольные лазаревцы, в числе которых немало предпринимателей, несут все необходимое. Семьям, где есть школьники, уже передали полные комплекты детской одежды, школьную форму, ранцы. Жители же сгоревшего дома постепенно отходят от шока и в первую очередь думают, что делать дальше. На этот счет у властей уже есть конкретный план действий по оказанию необходимой помощи. В туркомплексе Андрея Анова, где пострадавших разместили в первый же день, они проживут две недели. Затем планируется переселить их в благоустроенные съемные комнаты или квартиры в Лазаревском районе, аренду которых будет оплачивать городской бюджет до тех пор, пока люди не получат от властей жилье из муниципального фонда. Бюджет платит деньги, и мэр принял решение платить всем семьям пострадавшим, поэтому жилье должно быть достойно. Мы не ожидали, что так все быстро, оперативно, все службы окажут помощь в размещении на ночлег, организация горячего питания, проживание, медикаменты, все было предоставлено, предметы гигиены личной. И, ну, знаете, даже как-то и не верится, что в наши дни такое возможно. Кажется, мир зачерствел, нет. Наверное, мы ошибались. От лица всех пострадавших хочу выразить благодарность. Главой Сочи принято решение о разовой денежной компенсации пострадавшим от пожара. Всем жильцам сгоревшего дома специалисты районной администрации оказывают помощь в оформлении документов и поиске жилья. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.